Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Книга пророка Исаии, 42 глава, 9 стих. Вот я... Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Еще нету события. Господь предупреждает. Надо запомнить одно, что мы не по своей воле родились. И не по своей воле умрел. У Бога вымерено было все, задолго до нашего рождения, наша биография. Чтобы убить себя в этом, прочитаем Псалом 138. За тысячу лет до Рождества Христова Давид написал Псалом 138, с 13 по 16 стихи. И применим к себе это. Человек что-то изменить в этом. Попытки были, но вернулись к тому же. Я просто пример говорю. Допустим, человек от Бога, пророческий говорит. Ты же хочешь убедиться? Вот завтрашний день я тебе письмо даю и распечатаю. Вещь он распечатает. Все твои шаги будут здесь известны. Господь открыл. Человек сразу думает. Еще не знаю. Ты выхожу на работу, перехожу домой. Сделай так. Я еще из окна вылезу. И на работу не пойду, а в другой комисс города. И целый день там буду ходить по магазинам, а вечером письмо распечатаю. Распечатал как раз. Да зачем же это делал бы? Надо было как всегда делать, и не сошлось бы. Сойдется. И при том сойдется с точностью до одной минуты. Я это все рассказываю к тому, что сегодня люди принимают колоссальные меры, чтобы избежать наказания Господня. Выступают священники. Сегодня я посмотрел, выступает митрополит Илларион Алпеев. Спрашивает, как обстановка? Все ухудшается. И те, которые перебивались, которые не перебивались, умирают священники, умирают архиереи, закрываются там и монастыри, и храмы. Закрываются. Уже меры какие только не делают. Ложечка лжица, которая прищищает, обмакивает спирт, после этого горячую воду рядом, чтобы следующий не заразился. И объясняет, да, от причастия не заразишься. Это главное лекарство мира. Но сосуд делали люди. Как будто в сосуде там какие-то микробы сидят. Грех. О грехе ни слова не говорит. А какой грех самый большой? Самый большой грех, который Дух Святой сказал. Дух Святой придет и обещает мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, только об одном. Не 10 смертных грехов, один. О грехе, что не веруют в меня. Если человек не верит, он сдаст брошено. Делай, что хочешь, ни за что не отвечать. Нас спасает Христос благодатью Свою. Он Духом Своим обречает нас. И мы знаем, этого делать нельзя. Это думать нельзя. Подстраивать нельзя. Даже враг. Даже упадет. И тогда молись за него. Ибо Господу не угодно то, что ты радуешься гибели человека, который тебе не угоден. Хочу напомнить. Советские войска были в Афганистане 9 лет. И потеряли 14 тысяч 700. Не считая почти 70 тысяч раненых. А ежедневно в стране больше 20 тысяч убивают. И никто не видит. Где аборты? За время перестройки 120 миллионов абортов. Все, тебе говорят, заниженная цифра. А у ребенка-то жизнь записанная там была. Быть может, это самые лучшие были люди. Мы же не знаем этого. Но если зародыш мой видели очень твои. Это зародыш и мой видели очень Господнюю. Так, а я еще не родился. И Яков, и Исаф двойняшки. И не родились еще. И Господь говорит, Исафа я возненавидел. А Яков возлюбил. Ну по-человечески какая справедливость. Он не родился еще. Ну человек, понятно, там сосед или недруг. Но Бог говорит, Я возненавидел. Почему? Он знает биографию. Бога нет вчерашнего, только сегодняшнего. Поэтому мы должны со смирением подходить не только к Священному Писанию. Не только здесь поклониться. Но к тому, что Бог нам предназначил. И этого никак не избежать. Выступает сегодня, я не знаю, какой священник. Дмитрий на нем. И говорит, а это видимо грех. С переводом дается. Нигде буквально не говорят, что это возмездие Божие. Избежать нельзя. Мы можем только в слезах и молитве плакать. Был такой завоеватель Талеран. Тамерлан. И он железный хромец. Он прихрамывал. Он захватил все страны буквально. Приблизился к России. Надежды спастись никакой нету. Храмы были открыты, как в пасхальные дни. Россия, Русь, свесила голову над пропастью. И привезли икону Владимирскую. Под ельцом стоит. Нет, вообще нет никакой надежды. Даже микрона нету. А Бог тот же самый. Не бойтесь, я с тобою. И ночью ему является Божья Матерь. Он видит, она на облаках. И рядом стоящий хан. И около его шатра слышит, как он мечется. И она ему говорит. И рядом старцы какие-то, конечно, небритые. Небо. Не ходи вперед. Ты будешь убит. И он не знает, что дальше делать. У России астраханский хан все время досаждал. И он поворачивает туда, уничтожает его, русского врага. И сам внезапно исчезает. Никто не знает, куда делся. Как в песок провалился. Почему? Бог вымешался. Здесь сегодня этого нет. Не ходите в храм, дистанционное управление, самоизоляция. Лживость одна. На покаяние. А что делать? На покаяние, повторяю. А как? Очень просто, как было в Израиле. Рядом с храмом прийти, купить большой замок и закрыть все двери храма. И наружи молиться. День и ночь объявить этот пост в России. Чтобы все туда приезжали, кто может. Молились. Поставлена задача сатаны уничтожить 7 миллиардов. Это 113 мировых войн вторых. Но не удастся. Согласно Слову Божию, только третья часть будет выполнена. 2,5 миллиарда должны быть зарыты в землю. Мы сейчас прочтем, где говорится и как толкуют святые отцы. Это абсолютно точно. Предсказанно написано. Я сказал, говорит Господь. И мор и язва будут. Приготовьтесь к этому. Выход только один. Покаяние. Выход один. Признание владычества Божия. И Бог знает и допускает. Господь ведь иногда советуется не только с людьми. Но и злые духи рядом бывают. Что делать? Один дух предлагает так, другой иначе. А иной говорит. Я войду в устах всех пророков. И буду предсказывать победу. Победу там. Какую победу? Войной там или прививками. Не имеет значения. И Господь говорит. Сделай так. Злому духу Бог говорит. И ты погубишь его, погубишь этого царя. Я библейские истории считаю. Выход повторяю здесь. И предсказанное не может не избыться. Мы считаем следующее. Лука 2.26. Уже в Новом Завете Господь предсказывает. Апостолы предсказывают. И ничего нельзя изменить. Если бы Пилат услышал, что он при понтистном Пилате. Христос, который никому зла не делал добро. И он хотел отпустить. Его поминать будут здесь, как малодушного. Он пострадает от своего императора. Может какие-то были бы более действенные меры, чем жена прислала сказать, что не делает зла этого праведника. Я всю ночь мучилась за него. Это предсказано. И уйти никуда нельзя. Лука 2.26. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господний. О чем говорится здесь? И ничего нельзя сделать. Предсказано было человеку. Умирает друзья. Он остается один, как Семен Богоприимец. Вот ему 90 лет. 100, 200, 300 не умирают. Он еще бессмертный. Я должен Сына Божий подержать в руках, благословение получить и дать. И так и получилось. По предсказанному. Пророка. Слово это пророческое. Пророки, пророчество и прочее. Встречается в Библии 639 раз. Меня неоднократно спрашивают за день в интернете. А почему вы Библии верите и другие не верите? Потому что Библия Слово Божие. А как проверить? Другие же книги тоже священными считаются? Считаются, но не действительные. Нет пророчеств ни в одной книге, которые бы так точно исполнялись, как в Библии. О Христе более 120 пророчеств исполнились. А иные насчитывают до 300. Буквально. Вот представьте, за 650 лет и цена неоценимого Бога, Бога человека, была оценена в 30 серебряников. Разные дефолты. Кризисы цены взлетают, падают. Сына раба стоит на одном месте 650 лет. Если бы заплатили не 30, а 31 серебряник, или 29, это был бы не Христос. 30! И только утром заплатили, к вечеру цена уже, говорит, другая была. Почему? Это должно быть. А у нас тоже что-то есть. А мы не знаем. Знаем, что в году столько-то дней. И в какой-то день вдруг какая-то печаль нападает или что-то. Это может быть тот день, когда мы будем расставаться с жизнью. И вместо того, чтобы подавать милость или молиться, начинают заливать. Да у меня тоска какая-то. Да тоска, что в грехах готовимся. Праведики готовились к исходу по-другому. Они спали в гробе. Выкапывали могилы, которая рядом с кельей была. Бытие, 20 глава, 7 стих. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Представьте, видение, 12 братьев, тут 4, и то так радостно видеть. А когда 12, и одному сны снятся, он бы мог молчать. Но Бог побуждал сказать. Он говорит, я видел солнце, луна, и моя звезда, еще 11 звезд, и все поклонились. Как звезды могут кланяться? Снопы, понятно. И поверили в это? Отец даже и то недоволен. Ну как, неужели я и мать тебе кланясь? И говорит, Осирь, ну что ты? Пришло время. Решили убить. И вот это пророчество-то и исполнится там в колодце. Со змеями. По-другому будет. Придет время, будет голод. Он будет премьер-министром великой державы. И один за другим будут кланяться ему. Это сказано. А хорошо ли знать вперед? Иные платят деньги. Находятся волшебники, которые пытаются сказать. Они говорят только о смерти. О гибели. Пушкину предсказало, да, в белом одетый человек убьет тебя. Но всю жизнь боялся, кто в белом пойдет. Зачем это нам нужно? Нам нужно знать одно. Моя рука за руку Божьей держится. Наша жизнь в Его, Господа, предсказаниях. Прочитаю Матфея 24,6. Я говорю о том, чтобы мы не противодействовали тому, что Бог назначил. Аса заболел, когда говорит, ты взыскал врачей, а не Бога. Так надо ли идти к врачам? Надо. Надо. Потому что им дано это. Иной раз, говорит, в их руках бывает успех. Но если покаяния нет, самые лучшие лекарства не помогут. Мы должны быть благодарны, что Бог продлил твою жизнь и другим скажи, я видела. Видела смерть. Люди умирают. И умирают очень много. Сегодня дают уже данные на 50 миллионов в мире умерло от этой заразы искусственно выработанной в пробирках. В природе нет этого вируса. И поэтому иммунитет не может победить. Только уж крепкие люди, я не знаю, на природе живущие, все время в труде, там вирус не любит квот и прочее. Сегодня уже это все открыто. И мы должны сказать, Господи, великие и дивные дела Твои. Матфея 24,6. Так же вы слышите о военных и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Надлежит быть. Ну а как можно изменить, если надлежит быть? И только один человек в стороне ходит и говорит, напрасно вы ракеты строите, напрасно танки улучшаете. Вы погибнете, столица ваша будет разрушена, сожжена огнем. Вы знаете, ими этого человека, я переначу на сегодняшний день, Иеремия. Заключает союз с Египтом. В Египте там конница, там держава. Победит. А он говорит, нет, не победит. И Египет будет разбит. И вы разбиты. И сыновья ваши погибнут. И ты, царь, лишен будешь зрения. Света Божия не увидишь. Так все случилось. Так. И нельзя никак избежать было. Можно было открыть ворота и впустить врага. Ну, кто сказал бы войну сегодня открой ворота, там запусти врага. Тебя бы расстреляли сразу. Он рисковал жизнью каждый день. И мы знаем, с чем это все закончилось. Это все написано в Святой Библии. Марка 9, 11, 12. Марк 9, 11, 12. И спросили его, как же книжники говорят, что Иерии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ, правда, или я должен прийти прежде, устроить все. И сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Говорит, предсказать, что на этом можно сказать. Со Христом так хорошо. Мы такие недосягаемые для врагов. И Петр один осмелился, Господи, да не будет с тобой этого. Он сказал, только что сказал, ключи царствию даю, на всем камни установлю, и все, все сказано было. Господь сразу не сказал, Петр, не надо говорить. Нет, он сразу ему сказал, Сатана, отойди от меня. Да как же, это твой избранный апостол, верховный Сатана. Сатана через тебя сейчас говорит. Этого нельзя избежать, предсказано. И все. И мы знаем, как его постигло несчастье Петра, как он плакал после этого горького, отрекся, да притом трижды, а Господь принял его. Деяние апостолов, 14,22. Утверждая душу учеников, повещевая, пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Так предсказано. Нам надлежит многими скорбями достигнуть Царствие Божие. Об этом сказано было, что из зарожденной женой больше Анна Крестителя никого не было. Многими скорбями, трудами надлежит нам наследовать Царствие Божие. Не просто я уверовал, спасен. Нет. Многие бегут на аресталище, на стадионе, но один получает награду. Итак, бегите. Бегите, чтобы получить. А не так, я много сделал, под старость могу сесть, сидеть, отдыхать. Нет. На конце финиша там особенно быстрее надо бежать, иначе тебя кто-то обойдет. Деяние апостола 23.11 Следующая ночь Господь, явившись, ему сказал, Держай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Препятствия, буря, война, охраняющие узников, которых везут, решили всех умертвить. На грани исчезновения апостол был, ничего не будет этого, почему предсказано уже было. Два года везут его, встречаются, засвидетельствовал и отпустят. Придет время, опять арестуют, но уже казнят. У Бога биография наша уже написана, и не надо пытаться туда пройти. Даны заповеди. Если любите меня, соблюдете мои заповеди. Заповеди исполнить можно только любящий Бога. А остальное под разными причинами. Я бы пошел свидетельствовать. Но я не могу, я в космодроме там служу, где каждая отговорка. Я не могу, потому что то-то и то-то. Наоборот, твои условия для тебя Богом созданы. Ты особенно можешь проставлять Бога там, где Его благодеющая тесница. И ты должен это увидеть. А как проверить? Считай Святую Библию. Она каждому показывает, где наш найти выход. В благодарении и в недоверии. Я вчера говорил об одном деле, о том, что мы должны на трех ступенях молиться. И просить, и благодарить, и словословить. Какое наше общество? Второе Тимофею, третья глава, с первого по четвертый стих. Характеристика человеческого общества. Второе Тимофею, третья глава, с первого по четвертый стих. Зная же, зная же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. По пальцам тебе давайте. Самолюбивы. Одно слово. То есть, кроме себя ничего не знают. Мой интерес, а остальное пропади. Дальше. Сребролюбивы. Где деньги достать? Где достать? Деньги, деньги, на каждом деньги. Это мани-мани. Это в последнее время особенно видно. Горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недрежелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Ответ один. Если такое общество, и оно перед Христом ходит, зачем оно должно жить? Ответ один. Зачем? Сегодня долго мучается война за войной, то с Чечнёй и как-то, но когда считаешь, которые писатели, так как в Толстой жили, они говорят, вот завоевывали там, в горах где-то, у этих пушки, у тех-то ничего нету. К вечеру отступили войска, а там сидят старики, у меня внук был, его убили, у меня пасека была, разорили, тут у меня были, тут коровы, сожгли все сено, теперь зима, и сидят старики и вздыхают, о, Аллах, зачем эти люди живут? Это про нас, про русских. Это мы туда все лезли, а теперь не знают, что делать. Надо было Христа дать им. Они бы это увидели, они бы нас Христа не видели, видели захватчиков, видели грабителей, безнравственных убийц. Аллах, зачем эти люди живут? Мы скажем, Господи, мы живем, чтобы познать Тебя, волю Твою святую, жить с Тобою. Ты предсказал нам, что без Тебя горе. 15.5. Евангелие Теяна Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Раньше как было, человек где-то на пастбище или на пашне, добрый день, Бог в помощь. Сейчас ничего этого нет. Один отец давал заповедь, когда идешь на работу, ни с кем не здоровайся. Он долго не мог понять, что такое. Означает, все работают. Чего позориться-то? Пусть с тобой здороваются. И пораньше встать. Пораньше спотей. А другой наказал. Золото зарыл в саду, все заросло. И они все вскопали, чтобы не пропадало, теперь и яблони посадили. Каким-то путем надо сдвинуть. Дети не одинаково растут. Один любит подольше поспать. Ты все равно подними его ночью, хотя бы на краткую молитву. Обрати внимание на то, что у них сегодня уже задатки хорошие, как это развить. Каким образом подвинуть Богу, заложить основания. Не просто женщина спасается щедородием, а если пребудет в вере и любви, и дети придут на небо. Вот велика ее будет награда. Посмотрим, что нам говорит 1 Коринфянам 15, 25. Ибо ему надлежит царство, доколе не зложить всех врагов под ноги своим. Надлежит. Христианство распространяется по всему миру. Сегодня насчитывает христиан, так, номинально, только название может быть одно, 2 миллиарда 450 миллионов. Мусульман почти 2 миллиарда. Мир сейчас говорит, а нас больше. Ну, конечно, больше. У русских в среднем семье по всей стране. 1,7 ребенка. 1,7. У мусульман 8,1. Что-то непонятно-то. Понятно. Выход один только. Покаяние в слезах. Господи, мы истребляем сами себя. Огромная статья пришла сейчас в центральной газеты. Огромная Россия, а рожать некому. Всего мне заставили за деньги. Ну, кому-то и платят там эти римские. Главное-то любовь. Баптисты к нам приезжали. И у них сколько-то человек есть? 14. И даже, когда-то 18 детей. Слово сказать, Менделеев имя был 18-ым ребенком. Самые талантливые, может, были. Они хуже под конец бывают. Посмотрим, откровение еще скажет. 1,1. Я говорю о предсказании. Можно ли что-то изменить? Там разнаряжены события одно за другим. Как они будут проходить? Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал посла полное через ангела своего, рабы своему и Анну. Последники. Не прямо, а ангелу. Ангел и Анну. А яннам. 4,1. После всего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего. Он видел. Видел горе, видел третью часть человечества умершленную. Он только видел. Приходил в ужас, и ничего нельзя сделать. Почему? Это разнаряжено. Грубо говоря, режиссура составлена. Она проецируется на землю. Уже готовая. И нам только ноги подставлять надо успевать. Он дал нам счастье быть отдельно от великого города, разврата Вавилона. Жить здесь отдельно. Благодари Бога. Свидетельствуй, где можешь. А где вы где-то ездите, что-то сбываете. И там свидетельствуйте, не умолкайте. У нас есть Евангелие. У кого нет, придите, мы дадим. Я хочу просто радостью еще раз поделиться. Все время запрашивал. У нас был Никитин Михаил и жена его Татьяна. Три там Евангелия. Мы даем им 33. Проходит время раздало всех. Знаете, как это радостно. А у нас очень много еще всего. 22.6. Откровение. И сказал мне, все слова верны и истинны. И Господь Бог святых пороков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Заканчивается Откровение. Последняя глава. Последняя глава. Все. Этому надлежит быть. И мы должны склонить голову и сказать, да будет, Господи, твоя святая воля. Я ничего против не могу сказать. Я буду только тебя благодарить. Некоторые думали, да, раскулащили, сослали, а мы здесь. Ну, на вас другое дело. 37-й год. Увельнули как-то? Нет. Тут идет война. И еще 28 миллионов проглотят. И выход нам только один. Мы приходим в это святое место, в храм Божий. Господи, смири нас перед Словом Твоим. Научи нас мудро поступать везде. А не так, что все отдам, но лишь бы только жить. Зачем жить? Сегодня главный лозунг, он нигде не написан. Только жить, запятая, грешить, тире, и никогда не умирать. Понимаете, сколько мы живем? Если 90 лет, ну, это считается уже. А Муфасаил жил 969. Больше, чем 10 раз мы, больше они жили. Ну, ну, это 950. Как-то жили они, и тоже умерли. Мы знаем, впереди у нас какая-то дата. С чем мы туда к ней придем? Поставьте без заправила на молитве. После утреннего правила обязательно посчитать Евангелие. Тем более у нас есть толкование. Ну, немного. Хотя бы один абзац. И коротко расскажите. Сегодня как вы будете это делать? Вот я вчера еще сказал, это уже местное такое. Будьте внимательны ко всему, что вокруг происходит. Я вчера предупредил всех. Скотина в грязи лежит днем. Господь позволил нам очистить, где овечки были. Вчера зашел, все до одной лежат короткие. Хотя бы двое пойдите сегодня, помогите загнать туда. Это Бог сделал так. Почему? Ну, праведник милует скоты. Своя. А второе, это ваша валюта. В этом есть. Воздайте Богу благодарность, что Господь к нам послал людей, которые помогли очистить. Там нельзя было зайти, заросли такие были. И поэтому Господь предузнал о нас, как мы будем жить. И как воздадим славу Богу в момент, когда душа разрушается от тела и в судный день. Помоги нам, Господь, быть с тобой вечной в раю. Ты предузнал о нас, избрав, открылся, мы поверили. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.